Для того, чтобы отработать я туда, основное внимание надо наделить постановке ног. Мы должны очень плотно присесть к ногам и желательно держать вес тела сзади. И при этом, при нанесении удара, я могу максимально выпрямить дальнюю ногу, но переднюю ногу при этом выпрямлять я не могу. Потому что она меня будет возвращать в условное положение. Можно сделать несколько отработок. Итак, сейчас мы покажем несколько упражнений по отработке этого правого кросса. Сейчас я буду носить передний прямой, а Саша на мой третий дар будет делать этот правый кросс по сути. И еще раз. Также можно ударить правый кросс в ответной контратаке, поставив плечо. Также это можно сделать обманывая соперника, делая лишнюю бьем в животном встречу. А на самом деле бить опережение кросса. Значит, что касается ошибок при нанесении вот этого дальнего кросса. Конечно, ногой упирается в постановку кулака. Лично для меня предпочтительнее бить, конечно, вот так вот. То есть, когда бью, он должен прилететь вот так. Потому что большинство людей, конечно, для того, чтобы поднять локоть, и не поднимают, получается, что мы можем попасть вот этим местом. То есть, при попадании в голову одной костяшкой, вот этой, мы можем очень сильно поветить сердце. И поэтому, конечно, желательно тем, у кого не очень сильная кисть, или мы не уверены, что мы точно попадем, руку не разворачивать вот так, а поднять локоть и ударить вот так. То есть, вот так удар будет выглядеть. Сейчас мы покажем, как этот удар можно отработать на тайской ладке. Опять же, учитывая индивидуальные особенности того, как это делает хендо, сидя на правой ноге и передний ухо контролируя соперника. Смысл в том, что я двигаюсь на сад, а он мне не дает подойти из этой дистанции передний ухо. Контролируясь передний ухо. И при этом, когда это не должно поднять верхнюю ногу, и жестко пробивает его. Для тренировки амплитудных ударов необходим очень мощный ключевой пояс для издалитной мышцы. И есть некоторые упражнения, которые могут поспособствовать качественному удару. Например, такое упражнение, как кроль на груди с гантами. Пожалуйста. Упражнение надо выполнять достаточно быстро и при этом загружать и ноги, и косые мышцы живота. То есть, Саша, когда вращает руками, вот еще и поворачивается. То же самое в обратную сторону. Упражнение Продолжение следует...